Дверь в эту квартиру в обычной хрущевке на востоке Москвы была закрыта больше четырех лет. Владелец жилья, родственников у него не было, бесследно исчез. А неделю назад на лестничной клетке появились рабочие. Под руководством вот этой дамы они стали ломать замки. Фотографии сделала соседка. Женщина была испугана, она была явно не настроена на разговор. Сказала, что уже эта квартира в собственности и сюда скоро приедут новые жильцы. Оказалось, что еще в феврале у квартиры сменился собственник и кто-то погасил 100-тысячный коммунальный долг. А это запись камеры видеонаблюдения. Во дворе дома сотрудники МУРа задерживают мужчину, который выносил из квартиры черный мешок. В нем оказались человеческие останки. Обнаруженные кости сейчас отправят на специальную экспертизу, которая и покажет, кому именно они принадлежат и от чего скончался человек. Известно, что задержанный и его сообщник приехали сюда вот на этом автомобиле. В салоне нашли сразу шесть смартфонов и несколько сим-карт, а в багажнике лопаты. В однокомнатной квартире невероятное запустение. Видно, что уборку там не проводили долгие месяцы, а то и годы. Однако за это время неизвестные успели поменять двери. Вот прямо сейчас сотрудники коммунальных служб выносят из квартиры все вещи, а следователи проводят тщательный осмотр помещений. Похоже, квартиру готовили к ремонту и дальнейшей продаже. Кто-то передал так называемым черным риэлторам информацию о том, что жилье пустует, а хозяин давно исчез. Оформляют поддельный договор купли-продажи. Сначала оформляют на свое подставное лицо, а затем это лицо продает уже добросовестному приобретателю, ну и, соответственно, получает денежные средства. В данном случае речь идет о нескольких миллионах рублей. Столько может стоить квартира в этом районе. То, что она оказалась в центре большой мошеннической схемы, уже подтвердили в Следственном комитете. Проводится комплекс следственных и оперативно-разысканных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств неправомерного завладения квартирой жителя столицы. Как нам стало известно, пропавший хозяин квартиры мужчина, а обнаруженные внутри останки принадлежат пожилой женщине. Сейчас следователи выясняют, была ли ее смерть насильственной, а полиция ищет остальных участников преступления. Редактор субтитров А.Семкин